всем привет ребята с вами bio family и сегодня мы с вами поговорим о терморегуляции у нас в коже есть очень много сосудов и данные сосуды способны сужаться или расширяться в зависимости от того холодно или жарко давайте подробно разберем данные процессы на двух простых примерах первый человек антон какой-нибудь будет у нас в турции ему будет жарко второй человек елена будет в швеции и ей будет холодно и мы рассмотрим какие же процессы происходят в коже у этих людей начнем с турции полностью разберем турцию потом уже разберем швецию и так человек приехал антон антон приехал в турцию соответственно лежит на пляже отдыхает пьет коктейль на улице плюс 35 градусов жара и температура его тела вместе с температурой окружающей среды повышается повышение температуры тела естественно что происходит далее после повышения температуры тела рецепторы которые находятся в дерме они воспринимают это тепло то есть мало того что само тело нагрелось так еще и рецепторы это поняли они такие что то не так температура повысилась нужно как-то что-то с этим делать в общем рецепторы в дерме восприниму мама воспринимают вот тепло с этими переносами конечно тепло пусть будет вот так вот и вот так до воспринимают тепло потрясающе что дальше происходит с этими рецепторами эти рецепторы стучат кое-куда а кое-куда это именно в гипоталамус у нас в мозге есть такая структура гипоталамус который отвечает за терморегуляцию вот соответственно рецепторы они офигевают и стучат гипоталамусу что нужно что-то делать рецепторы передают сигнал рецепторы передают сигнал гипоталамусу гипоталамус находится в промежуточном мозге выдачный мозг да это все что нужно знать про гипоталамус промежуточный мозг шикарно гипоталамус такой так я повелеваю вам расширять сосуды соответственно гипоталамус через спинной мозг да у нас же сигнал гипоталамусу так через спинной мозг идет передает сигнал сосудам кожи расширяться расширяться прекрасно что происходит дальше сосуды кожи расширились да и начали отдавать свое тепло потому что чем шире просвет сосуда тем больше тепла он отдает соответственно широкие сосуды дермы начинают отдавать тепло наше тело прекрасно понимает что тепло отдается до максимально мы излучаем это тепло и из-за этого у нас начинает под выделяться соответственно выделяемый под что я хочу сказать он начинает испаряться с поверхности нашей кожи еще больше остужая ее то есть прям мы не то чтобы тепла избавляемся мы прям его теряем вот 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 так вот теряем его соответственно под который выходит в это время он испаряется и понижает температуру тела под испаряется с поверхности кожи и понижает температуру тела и к самая главная задача какая у нас была вначале это повысить теплоотдачу чтобы у нас теплообмен как бы в сторону отдачи все-таки сдвинулся и соответственно все это заканчивается повышением теплоотдачи и понижением температуры тела температуры тела вот все что происходило с нашим дорогим антоном во время отдыха на пляже в турции повторим еще раз повысилась температура тела рецепторы в дырме далее восприняли это тепло передали гипоталамусу что нам тепло этот гипоталамус промежуточном промежуточном мозге начал давать всем леща и через спиной мозг сказал приказал сосудам расширяться сосуды в дырме расширились из-за этого начали отдавать тепло до активно соответственно теплоотдача повысилась кроме этого под который начал выделяться на поверхности кожи начал испаряться и понижать температуру тела и все это вместе привело к огромному повышению теплоотдачи и к существенному понижению температуры тела прекрасно только елене не до этого елена она ну мерзнет ей нужно наоборот тепло сохранить соответственно главная цель это понизить теплоотдачу и повысить температуру тела что происходит естественно все начинается с того что у нас понижается температура тела понижение температуры тела что происходит далее далее то же самое рецепторы в дырме так рецепторы дырме воспринимают ход вот что идет дальше дальше те же самые рецепторы передают сигнал тому же самому гипоталамусу который тоже находится в промежуточном мозгу мозгу но вот тут уже начинаются отличия здесь уже начинаются проблемки да так я так вот сделаю если можно так что идет у нас дальше дальше у нас идет то же самое только немножко другое и так гипоталамус знает что холодно и ему нужно как-то сохранить тепло как можно сохранить тепло максимально сузить сосуды чтобы они максимально плохо отдавали это самое тепло то есть чтобы они вот кровь еле-еле доходило до кожи и как бы чем больше крови в коже тем больше она дает тепло соответственно чем меньше будет крови там тем будет круче потому что главное это сохранить тепло внутри у внутренних органов кожа может жить в состоянии как бы пониженной температуры нормально в общем гипоталамус таламус через спинной мозг передает сигнал сосудам кожи а именно сужаться понятно почему да и так сосуды кожи сузились и начали как бы сохранять тепло то есть узкий просвет сосудов кожи именно дермы до дермы способствует сохранению тепла пота естественно нет пот не образуется потому что сами понимаете как бы ну если бы пот образовывался это было бы плохо и мы вообще умерли на этом холоде представьте что вы потные выходите на холод это ну вы сразу заболеете и соответственно седьмой пункт он соответствует тому же только противоположный да то есть понижение теплоотдачи и повышение температуры тела вот и все что нужно знать по терморегуляции с помощью суда в крови есть такое задание вот там просто нужно расставить циферки от 1 до 5 как бы что-то происходит сейчас вы его без проблем сделаете вот эти цифры перед вами все был с вами андрей bio family всем пока до новых встреч до новых видосов и